Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. 15 января – это день особенный в истории российского следствия, именно в этот день – это день образования Следственного комитета Российской Федерации. И сегодня у нас в гостях руководитель Рязанского МСО, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Александр Сергеевич Логинов. Здравствуйте! Здравствуйте! Такой вопрос немного о вашей биографии. Почему из всего многообразия профессий все-таки выбрали профессию следователя, работу в силовых структурах? Ну, наверное, каждый из нас в юношестве имел какую-то мечту, цель, имел перед собой какие-то задачи, которые, думаю, это в будущем будет выполнять. У меня сложилось так, что был большой, так скажем, опыт общения с людьми в погонах, в том числе отец всю жизнь носил погоны. И, безусловно, человек, который каждый день приходит домой в погонах, он приезжает к себе, интерес складывается определенный. И поэтому, наверное, к 16-17 годам я уже не представлял себя без погонов. И поэтому, когда стал вопрос о выборе вуза, для меня однозначно открылся вуз, связанный с военным образованием, с образованием юридическим, военным. Поэтому, поступив в Московский университет МВД и закончив его, я стал следователем и, в принципе, до сих пор не жалею о выборе этой профессии. Ваш путь проходил через университет МВД. А как сейчас, в наше время, становятся следователями? Это такой же путь или что-то изменилось, может быть? Ну, знаете, следователем сейчас стать довольно-таки нелегко. Одновременно, я так скажу, главное желание. Главное желание. Для примера скажу, что у меня в отделе работает 11 сотрудников, из которых 4, нет, уже 5. Из которых уже 5, значит, бывшие помощники, следователи, которые ходили, помогали действующим следователям. Набрались определенного опыта, навыков и, так скажем, повзрослев, как следователь будущий, заняли эти должности и очень хорошо справляются с поставленными задачами. И при должном желании и самоотдаче и стремлении к данной профессии все обязательно получится. Вот как раз давайте перейдем к вашему Рязанскому МСО. Вот какими делами там занимаются и каким делам отдается приоритет особенный? Ну, безусловно, как и все органы Следственного комитета, мы расследуем уголовные дела, связанные с убийствами граждан, с насилованиями, с совершением тяжких и особо тяжких преступлений в отношении совершилетних и совершения ими данных преступлений, с совершением налоговых преступлений, дела о невыплате заработной платы. Дела в отношении лиц особого правового статуса, то есть депутаты, работники органов муниципального управления. И, безусловно, приоритет в этой ситуации отдается именно расследованию уголовных дел, связанных с посягательствами в отношении несовершеннолетних и малолетних. Также приоритет отдается с посягательствами на жизнь и здоровье людей мигрантами. Приоритет отдается, безусловно, делам, связанным с врачебными ошибками. А и с выплатой заработной платы. Следователи все-таки не работают в одиночку, есть и оперативники. Как происходит вот это тесное взаимодействие и распределение обязанностей, скажем так? Я думаю, что что бы ни случилось, что бы ни случилось в нашем регионе, да и вообще, в любом случае на месте происшествия будет не только следователь, но в первую очередь даже оперативник. И это взаимодействие, которое налажено в настоящий момент, оно помогает достигать определенных результатов. Следователь в одной, так скажем, следственно-оперативной, она так называется, следственно-оперативная группа, где есть следователь, есть оперативный работник. Вместе они, значит, на первоначальном этапе расследования собирают доказательства, закрепляют доказательственную базу. Более того, ведется обязательно оперативное сопровождение каждого уголовного дела. И вклад оперативных сотрудников в общий результат, он неоценим. В глазах обычного обывателя очень романтизируется образ следователя. Может быть, есть дела, которыми интереснее заниматься, то есть направление дел, которыми прям заниматься интереснее, потому что все-таки у обычных граждан идет романтизация, что следователь, он аки Шерлок Холм сидит и следует, какие-то зацепки, улики. Может быть, действительно есть дела, в которых отдается приоритет, который расследовать интереснее. Может быть, те же экономические, где нужно потянуть зонические, а может быть, совершенно другие. Так скажем, следователь – это хороший психолог, всегда хороший психолог. И, на мой взгляд, у каждого человека есть определенные моменты, в которые ему больше интересно. Одновременно могу сказать, что есть дела, в которых сразу все очевидно. Вот этот человек совершил преступление. Вот доказательства этого, это, это и это. Вместе с тем есть другие уголовные дела, где люди, в том числе подозреваемые, обвиняемые, нередко и свидетели, выбирают тактику противодействия со следователем, тактику защиты, тактику выгораживания виновного человека. И вот здесь наступает, наверное, самый интерес для любого следователя – докопаться до истины, до правды. И чтобы это сделать, нередко тратятся колоссальные усилия, как со стороны следователей, опять же, как со стороны оперативных работников. Это связано и с многими беседами со всеми участниками уголовного судопроизводства. Это связано с сопоставлением всех фактов. Опять же, это связано с, образно назовем, рисованием внутренней картинки случившегося. И вычленение из этой картинки мелких деталей, которые как раз и формируют мнение о виновности человека, формируют мнение о необходимости добычи дополнительных доказательств, необходимости вырабатывания тактики в расследовании уголовного дела. И вот, наверное, в этом как раз и победа следователя, когда он горит этим, когда он горит желанием наказать виновного, когда следователь видит конечную цель своего уголовного дела, когда он сам убежден в виновности человека и собирает доказательства по нитке, по маленьким частичкам, но в итоге все это складывается в большую доказательственную базу, вот тогда наступает действительно победа, вот тогда наступает настоящий интерес к работе, вот тогда ты понимаешь, что ты идешь по правильной дороге, ты на правильном пути. И именно это в следователях развивается, и именно это в следователях дает им стимул работать дальше. Вот эти внутренние победы над каждым уголовным делом. И я еще раз повторяю, не над теми уголовными делами, где все сразу очевидно, а именно над теми уголовными делами, где надо подумать, где надо посидеть, поразмыслить, где надо, я еще раз повторяю, выработать тактику и ее воплотить в жизнь. Вот возвращаясь к романтизации образа следователя у обычных людей, у обычных телезрителей, вот может быть есть какой-то сериал или фильм, где удалось передать работу следователю, потому что очень много фильмов про людей в погонах, очень много их критикуют люди в погонах. Может быть есть какое-то такое кинопроизведение, которое вы посмотрели и сказали, вот да, наша жизнь. Или такого... Ну, безусловно, много фильмов поэта снято, они не отдают, эти фильмы не передают, безусловно, всей тягости и интереса, опять же, этой работы. Одновременно скажу, что есть сериал хороший, не для рекламы, безусловно, но он более-менее передает работу следователя. Этот сериал, опять же, так же называется «Следственный комитет». И в нем отражена реально работа следователя. Он с утра встает, у него уже мысли о работе, и ложится он с этими мыслями о работе. И целый день он, в принципе, анализирует и расследует уголовные дела, общается с людьми. И работа следователя – это действительно такая где-то психологическая работа. И от того, как ты себя поведешь с тем или иным человеком, зависит результат твоего уголовного дела. И вот в этом сериале действительно показано, люди хорошо сыграли. А может быть и не сыграли, может быть это все на... Некоторые, вернее, серии на реальных событиях основаны. Поэтому вот в этом сериале показана определенная работа следователя. А в чем обычно ошибаются, в чем отличие фильмов от реальности, чем реальность другая? Ну, знаете, есть художественные фильмы, где за одну секунду, в принципе, проводится порядка 500 экспертиз. Вот, сразу за одну секунду выявляются люди, которые совершили, которые приходят тут же, сознаются во всем. Все. За 40 минут мы, в принципе, пришли от преступления до приговора суда. Такого в жизни, безусловно, не бывает. Крепотливый труд, усердность в этой работе. И именно желание, и не желание, и именно результат ее, именно вот это, наверное, самое главное. А вот если переходить все-таки от фильмов к реальности, вот сколько дел было в производстве вашего следственного отдела за 22-й год? Ну, в 2022 году мои следователи расследовали больше 120 уголовных дел, вот, из которых больше половины относятся к категории тяжких и особо тяжких. Вот, направлено в суд, расследованные направлены в суд больше 10 убийств, такое же количество изнасилований, направлено в суд ряд должностных лиц, совершивших преступления. Направлено в суд 5 фактов дачи взяток, получения взятки, служебные подлоги, совершенные должностными лицами. Поэтому, на мой взгляд, за 22-й год следственный отдел выполнил, поставлен перед ним задачи, и мы уже планируем, уже вошли в Новый год. А какие дела особенно запомнились вот из тех, которые были в 22-м? Ну, в 22-м году было такое серьезное, наверное, происшествие. Оно запомнилось, оно широкий общественный зонанс вызвало. Это, значит, ДТП с участием ребенка, где в Рязанском районе, где подозреваемый после совершения преступления, вместо того, чтобы оказать помощь ребенку, с места происшествия скрылся, более того, попытался спрятать еще живого ребенка. Продал автомобиль в регионе, который далек от Рязанской области. После этого выбрал версию случившуюся, ждал, когда к нему придут. Вместе с тем, несмотря на все это, нам удалось собрать достаточно доказательную базу о виновности его в совершении преступления. Ему предъявлено было обвинение в совершении тяжкого преступления в отношении ребенка, поставление его в опасности ребенка. В настоящий момент человек осужден к реальному лишению свободы, к длительному реальному лишению свободы. И, в принципе, наверное, вот это запомнилось. Безусловно, запомнилось убийство в Спасском районе, где также в дачном домике было совершено решение жизни человека при неочевидных обстоятельствах. И когда приехали на место происшествия, перед нами открылась жуткая картина. Окровавленный человек, и рядом с ним нож, больше никого нет. И по горячим следам нашли предполагаемого подозреваемого, который незадолго до этого был в магазине и покупал алкоголь, и, возможно, к нему пошел, хотя они были мало знакомы. Вот здесь как раз, наверное, по частичкам была собрана доказательная база. Где-то на косвенных доказательствах, где-то на очевидных доказательствах. И несмотря на позицию нашего подозреваемого, они не причастны к совершению данного преступления, его вина была доказана. И вердикт на присяжных заседателей в Спасском районе, он был признан виновным и тоже получил длительное лишение свободы. Ну вот вы описываете, я очень часто уже обращаюсь к литературе, к кинематографу, как тот же Шерлок Холмс, который дергает за ниточки, замечает что-то. Были действительно такие дела, где заметили какую-то деталь, и вот уже по ней, по ней, по ней. Может, даже в перечисленных вами делах были такие вот вещи, где есть какая-то зацепка, что-то еще, что-то еще, и по ней раскручивается, раскручивается. Ну, есть, безусловно, такие уголовные дела. Не хочу озвучивать, сейчас это дело находится на окончательном этапе расследования. Такое же убийство в Рязанском районе, где сожительница пришла в дом, дверь была закрыта. Она, как обычный человек, вызвала МЧС, потому что долго ее сожитель не открывает дверь. Попали МЧС в квартиру, в квартире в результате находится труп, с ранением в области бедра. Сожительница делала вид о том, что она сначала не в курсе, что случилось и так далее. Вместе с тем, опять же, по маленьким частичкам, не буду их раскрывать, маленьким зацепкам, нам удалось установить преступника. Сейчас собрана достаточно доказательственная база, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренную часть 4 ст. 111, и в ближайшее время оно будет направлено в суд. Такой вопрос, 15 января праздник, у каждого ведомства есть какие-то особенные пожелания, что желают следователям в их профессиональный праздник? Следователям желают в профессиональный праздник терпения, усидчивости, опять же, усердности. Все-таки профессия непростая, профессия сложная, она интересная, и многие следователи держатся за нее именно из-за своих личных качеств. И вот этой определенного стержня следователя, наверное, желают каждому в этот праздник. Во многих он есть, многие растут на глазах, как следователи. И когда человек переходит с уровня начального следователя, становится уже более опытным, он опытным становится везде абсолютно, в том числе и в жизни. Психологически устойчивее, психологически стабильнее. И вот, наверное, психологической стабильности, устойчивости и терпения желают как раз, наверное, каждому следователю. Александр Сергеевич, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. На этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова